И снова здравствуйте. Снова два пакета. Они достаточно интересны. Интересны они по двум причинам. Первая причина это новые телефоны, которых у меня еще не было. Вторая причина, они еще и новинки. А третья причина это Xiaomi. Почему же происходит акцент на Xiaomi? Да все просто. Меня очень многие спрашивают, что теперь там Xiaomi. Они там теперь не будут приходить или что, или как. Заворачивать таможни и так далее и тому подобное. Ребят, ну я думаю, я на это сниму отдельное видео. Опишу проблему. Опишу, как вижу ее я. И почему я не сильно на это заморачиваюсь. Так, по телефонам. Давайте посмотрим, что у нас пришло. Грязненько какой-то, ужас. Вот что мне не нравится, то, что вот тут, вот тут, вот тут как я пойму, что это такое. Про. Вот, на самом деле, это не просто прошка. Четвертый Xiaomi, насколько я помню. Redmi 4, либо Redmi 4. Вот я в них сам уже плавать начинаю и путаться. А фишка данного телефона в том, то, что здесь 10 ядер и что-то там какие-то прям вот. Да я давайте, наверное, даже посмотрю. Прям не давеча я по этому вопросу смотрел. Это у нас Xiaomi Redmi Pro Prime. Вот, фишка в том, что у него MTK Helio, Decta Core, вот, то есть 10 ядер у него есть. И самая-самая фишка в том, что у него тактовая частота 2,5 ГГц. То есть, это безумно какой-то там прям вот супер-пупер мощный телефон. Причем у него две камеры. Ну, то есть, прям как бы, да. Внешне он прикольный, блюстящий. Прям вот очень-очень-очень-очень. Скоро на него будет полноценный обзор. Мы сможем посмотреть, насколько он крут. И нужно будет понять, будет ли он регулярным товаром. А следующая модель, которая, да, вот свежая, вот не видно как-то, вот видно, да, видите, 4А. Это Redmi 4А, Global Version. Да, Global. Насколько она Global, ну, опять же, мы там, да, это сможем узнать, что есть внутри. 5-дюймовый дисплей, 425 Snapdragon, там, 3 с небольшим 1000 мА батарейка, да, ну, и стандартно 2 ГГц оперативки, 32 ГГц в стройке. И плюс, вот, видно то, что его никто не распаковывал. Одну мне придется распаковать все-таки. Остальные, которые будут приходить, даже не буду распаковывать, так, наверное, буду пересылать заказчикам. Вот Redmi, ой, 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 4А, скорее всего, будет регулярным товаром. Идет их уже несколько ко мне, то есть, как минимум, несколько у меня точно будет. Такое ощущение, что адаптер к нему прилепили. Нет, на самом деле, вот, да, как будто клем приклеили. Вот, сразу наша европейская вилочка. Правда, по-русски опять ни слова не написали. Великий, могучий, для них тяжелый. Но, зато давайте посмотрим по внешнему виду. Ну, вы знаете, прикольный достаточно по внешнему виду, такой аккуратненький. Не софт-тач, конечно, но, по ощущениям, достаточно приятный на ощупь. Прям так подутоплено. Кнопочки прям мягенькие. Все хорошо. Идет у меня еще одна интересная достаточно модель. Скоро тоже она придет. Цвет там черный. Должен быть вообще потрясающий. Вот, тоже она будет регулярной моделью. Но, опять же, ребят, это пока превью анонс. Не знаю, как правильно сказать. В общем, сейчас чуть подразгребусь совсем и вся. И сделаю, не знаю, по-моему, у меня там даже какие-то чехлы на них идут. Я не помню точно, идут, не идут. Нилкин, не Нилкин. Зачем, смысл в чем? Да, вот два телефона. Сейчас я их буду тестить. Тестить, ну, стандартная синтетика, фотография. Похожу, пображу. Посмотрю, насколько нравится, не нравится. Может быть, сам на него перейду. Может быть, не перейду. Кто его знает. Видно будет от вас, да. Да, вполне возможно, вы успеете написать какой-то отзыв в просьбу, что нужно сделать в тестах на какой-то, возможно, у вас есть вопрос. Я вам на него отвечу. Итак, превьюшечка на этом заканчивается. Есть у меня чем пока позаниматься. Видео обработается быстро. И, собственно говоря, пишите, задавайте вопросы. Делайте там какие-то там заказы на какие-то там специфические тесты. Попробую все это дело выполнить. За всем все. Всем всего. До скорых встреч. С вами был я, Михаил. Канал Картавый Блогер. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok